В этом году исполняется 10 лет со времен управления нашего губернатора Валерия Радаева. И какие успехи и неудачи управления вы можете назвать? Мы не знаем, кто это. Вообще, наверное, парк строят. Ну вот самое, что, наверное, интересно. И как раз такие жилые комплексы какие-то новые. Меня вроде все устраивает. Мы живем в хорошем городе. Ну, конечно, он может быть не такой крутой, как там, например, Москва или Санкт-Петербург. Но все же это хороший город. Многое изменилось у нас в лучшую сторону в городе. Заметно даже, что хорошеет. Ну как? Проспект, посмотрите, какой красивый. Набережная новая у нас. Да много. И цирк, он какой красивый стоит, обновленный. Сейчас есть где погулять. То есть, знаете, так не стыдно. Там у меня много друзей загородних, они приезжают. Есть куда сводить, есть куда прогуляться, есть что показать. Раньше, ну, не помню такого. То есть, может, молодой был, не знаю. Ну, а так мне губернатор наш нравится. Деревня, где проживает моя бабушка с дедушкой, был построен детский сад на месте парка. И это очень помогло нашим односельчанам, потому что наши дети, которые там проживают, стали посещать более комфортный детский сад. И это очень хорошо. А что за деревня? Рыбушка. Улицы. Улицы. Я вот в центре живу, да. Я вижу улицы улучшаются. Это железо. Что изменилось в лучшую сторону? Улучшую. Наверное, пресс надо ослаблять на предприятии. Надзор. На бизнес. Да, Владимир Владимирович говорит одно, а делаем-то другое немножко. Ну, конечно, что-то и хорошее. Вот улица Рахова очень хорошо сделана при нем стала. Здесь вот как-то тоже оккультурилось, видите. Вот. И это хочу сказать, что, ну, понятно, какие-то бывают ошибки, без ошибок люди не работают. Но, в принципе, так много чего. Больницы общие такую сделали, хорошую антикоронавирусную. Вот. Ну, вот кольцо вот это вот, набережную, ну, и там сейчас пляж вот продлевает. Это тоже очень-очень достойно, очень достойно и очень правильное решение. Я считаю, что сейчас очень тесная связь в нашей области с правительством Российской Федерации, в том числе и Володина, активную поддержку оказывает нашему губернатору. И, в принципе, благодаря, наверное, Володину подтянулся уровень вообще наших госорганов, так скажем, потому что стали быстрее договоры оформлять, какие-то документы готовят на передачу дорог, федеральное владение и так далее. Поэтому я считаю, что благодаря вот этой совместной работе губернатора и правительства Российской Федерации, в том числе спикера, все идет лучше в Саратове. Плохой губернатор. Больше ничего не скажу. А что вы считаете? Да, потому что за него Володина работает. Ну, я считаю, что они совместно работают. Поэтому заслуга обоих, я так считаю. То, что он сейчас построил квартиры для работников, медицины, это уже хорошо. Если бы еще и дальше так продолжил, для молодежи что-то еще делал, чтобы заинтересовываться. Уехать отсюда хочу, а все остальное я не знаю. А почему уехать тогда? Потому что достаточно маленький провинциальный городок. Ну, то есть не очень интересный для молодежи. Здесь меньше, чем в других городах-миллионниках, например, нашей страны сделано. Личная неприязнь не имея никакого. Все хорошо вроде бы пока. Сахар появился, ярмарка тут бывает. Берем сельскую продукцию, покупаем. Успех, наверное, того, что больше детских площадок появляется, соответственно, во дворах. Где-то их не было, и сейчас они делаются. В том году, наверное, все видели, что бордюры ставились везде, по всему городу устанавливались. Да, то есть видно, что городом занимаются. Частично, но занимаются. Ну, из минусов, как всегда, наши любимые саратовские дороги. Дороги строятся, жизнь улучшается. Как бы там ни было, я помню советское время, помню перестройку. Я же на Огородной улице живу, там не было дорог вообще. Сейчас там есть и дороги, и тротуары, и снег худо-бедно чистится. То есть как-то все равно улучшается. Я так понимаю, уровень жизни граждан, несмотря ни на что, улучшается. Просто люди стали бережливее, аккуратнее, деньги перестали тратить. В целом, люди не стали жить хуже, это точно. А что хорошего-то? Ни дорог, ни транспорта, грязь одна. Мы в частном секторе живем, платим все налоги, которые государство нам начисляет. А отдачи от государства мы не видим ни капли. У нас даже баков для мусора нет. Мы вывозим мусор сами, самостоятельно, в пакетах, и вывозим. За это платим. Цены, смотрите, как выросли. Я так думаю, что губернатор у нас, Радаев, он вообще не работает в этом направлении. Ему все равно, без разницы вообще. Смотрите, зайдите в магазин. Мы еще как-то перебиваемся, а вот постаршие люди, они вообще не знают, где, что покупать. Я вам бабушкам покупаю иной раз, килограмм риса купишь там что-нибудь. Цены надо сбавлять, сахар сколько стоит. Сахара вот, в России много. А никто не контролирует коммерсантов, их надо наказывать за это. А никто не работает с ним, никто не наказывает. Я вот сам спортом занимаюсь. Когда команда проиграет, лучших игроков там не бывает. Бизнес бежит отсюда. И, скажем, многие знакомые уехали в Москву, Питер. И, скажем, вот это, наверное, большая проблема. То, что очень многие уезжают отсюда. Наверное, надо способствовать развитию бизнеса. Это очень важно. Жизнь изменилась, молодежь живет. Город, не могу сказать, что процветает, но нормально себя чувствует. А почему не процветает? Что не хватает? Заводов. Авиационный был, стал оранжевый. Хотелось бы видеть, конечно, в другом свете, идти и радоваться. Но тут одно видишь, спотыкаешься, то другое видишь, спотыкаешься. Больно, больно. А город замечательно светлый, солнечный. Чуть-чуть бы только нам, вот хозяина настоящего. Десять лет – это большой срок. И мне кажется, что должна власть меняться все-таки, чтобы было какое-то улучшение жизни. Потому что когда ты на одном месте десять лет, ты уже думаешь, что не замечаешь каких-то вещей, к которым привык. А люди с молодым, новым взглядом, они как-то более трезво это все оценивают.